Экстренное оповещение. Угроза удара баллистических ракет по Гавайям. Немедленно найдите укрытие. Это не учебная тревога. 13 января 2018 года данное сообщение поступило на все мобильные телефоны местных жителей Гавайского агентства по чрезвычайным ситуациям. Тем людям, которые слушали радио или смотрели телевизор, говорили, если вы находитесь в помещении, оставайтесь в помещении. Если вы находитесь на улице, ищите убежище в здании. В помещении оставайтесь подальше от окон. Если вы едете на машине, оставайтесь на обочине дороги и найдите укрытие в здании или лягте на землю. Понятно, что за этим последовал хаос. Началась эвакуация постояльцев отелей, родители и дети укрывались матрасами в своих ванных комнатах, а застрявшие в пробках люди бросали свои машины. Другие люди игнорировали совет оставаться дома. Однако секунды шли, и не было ни ракеты, ни взрыва, ни ядерного уничтожения. Через 38 минут после первой экстренной эвакуации пришло следующее сообщение. «Экстренная тревога для штата Гавайи. Нет никакой ракетной угрозы или опасности. Повторяю, ложная тревога». Все это оказалось ошибкой. Кто-то выбрал ошибочный сценарий во время обычной проверки систем оповещения, превратив тест в реальную ситуацию. Но что, если бы ситуация стала бы реальной? Такая ситуация годами разыгрывалась на телевидении и в кино. Но как это будет в реальности, и что нужно будет делать? Уничтожит ли бомба весь ваш город автоматически? Сожжет ли вспышка газа ваши глаза? Где безопаснее всего спрятаться? Я Стю, это Дебанкет, и мы отделяем истину от мифов и факты от неверных представлений. К счастью, для большей части человечества ядерное оружие использовалось когда-либо в боевых действиях только дважды. В 1945 году, когда США сбросили атомную бомбу на города Хиросиму и Нагасаки в Японии в конце Второй мировой войны. И вот за несколько часов до того, как Хиросима была уничтожена, она эффективно готовилась к воздушному налёту. Прятавшиеся в бомбоубежищах люди не подозревали, что на них летит атомная бомба. Итоги обоих взрывов были катастрофическими. В результате нападений погибло около 185 тысяч человек. Возможно, чудесная история, связанная с атомными бомбардировками, это история Цутому Ямагути, который увидел самолёт в небе во время деловой поездки в Хиросиму 6 августа 1945 года, когда вдруг... Ему как раз хватило времени, чтобы прыгнуть в углубление в земле. Несмотря на то, что он находился всего в трёх километрах от центра взрыва, он выжил, хотя и сильно обгорел. Временно ослеп, и у него лопнули барабанные перепонки. Через три дня после возвращения домой в Нагасаки, он пережил вторую атомную бомбардировку. На этот раз он был в офисе и снова каким-то чудом сумел выжить. Отчасти благодаря крепкой лестничной клетке, которая снизила силу взрыва в здании. Сами решайте, является ли он самым удачливым или самым неудачливым человеком в истории. Многие годы господин Ямагути официально признавался единственным выжившим в обоих нападениях. Но документальный фильм, снятый в 2006 году, обнаружил ещё 165 человек, которые пережили оба взрыва. На самом деле, несмотря на смерть и разрушение, большинство людей, живущих в обоих городах выжили. Примерно 71% населения в Хиросиме и 76% в Нагасаки пережили атаку. Это должно дать нам надежду на то, что если случится что-то подобное, мы сможем выжить. Вероятно, некоторые из вас думают, что ядерное оружие проделало длинный путь развития со времён Второй мировой войны. И вы не ошибаетесь. Самая мощная ядерная бомба из когда-либо созданных, «Царь-бомба», была взорвана в СССР в 1961 году. Взрыв составил 50 мегатонн, что составляет более 3000 бомб, сброшенных на Хиросиму, или в 10 раз больше, чем все боеприпасы, использованные во Второй мировой войне. Даже если бы вы стояли на расстоянии 100 километров от эпицентра, вы бы получили ожоги третьей степени тяжести. Итак, у меня есть очень плохие и менее плохие новости. Очень плохо то, что Россия в настоящее время разрабатывает ядерную ракету мощностью 100 мегатонн. Это двойная «Царь-бомба». Если одна из этих ядерных ракет ударит по Нью-Йорку, то погибнет примерно 8 миллионов человек. Однако менее плохая новость заключается в том, что в 2011 году, когда правительство США выпустило отчет о том, как власти должны реагировать на ядерную атаку, они не концентрировались на таком мощном оружии. Вместо этого они сосредоточились на более мелких самодельных ядерных устройствах, или INDS. С большей вероятностью мы будем иметь дело с политическими и идеологическими организациями, которые будут использовать именно такие устройства. Как отмечается в самом докладе, взрыв малой мощности, произведенный INDS, весьма отличается от стратегических сценариев термоядерного взрыва времен Холодной войны, на которых основывается значительная часть нашего нынешнего понимания и планирования гражданской обороны. В конце концов, ваши шансы на выживание сводятся к нескольким факторам. Мощность взрыва, ваша близость к эпицентру и ваша немедленная реакция на атаку. Давайте рассмотрим каждый из этих факторов по очереди. Мощность ядерного оружия – это отсылка к энергии, которую оно высвобождает. Обычно мощность бомбы выражается в килотоннах и мегатоннах. Именно мощность бомбы определяет, умрете вы в одно мгновение или доживете до того, как Безумный Макс станет вашей новой реальностью. Пока мы здесь, давайте воспользуемся моментом и развеем распространенное заблуждение о разрушениях, которые может нанести взрыв мощной ядерной бомбы. Логично предположить, что бомба в тысячу раз мощнее, чем другая, может нанести в тысячу раз больше разрушений. Но это не так. Бомба в тысячу раз мощнее той, что была сброшена на Хиросиму, нанесет такой же серьезный ущерб по площади в 130 раз большей, а не в тысячу раз большей. Конечно, такие факторы, как конструкция окружения, взрыв на поверхности или в воздухе, география местности или даже просто погода могут повлиять на конечный результат взрыва. Оглядываясь снова на Хиросиму и Нагасаки, несмотря на то, что вторая бомба была более мощной, Холмы вокруг Нагасаки помогли поглотить часть взрывной волны, что привело к меньшему числу жертв. Итак, давайте рассмотрим наиболее вероятный сценарий. Взрыв 10 килотонной ядерной бомбы. Предположим, что эпицентр находится здесь, в Централ Пойнт, в Лондоне, что бомба взорвана на поверхности. Желтый круг – это огненный шар радиусом около 200 метров. Это не так уж и мало для нашей относительно скромной бомбы. Помните, что температура поверхности огненного шара аналогична температуре нашего Солнца. Было бы излишне говорить, что попадание в эту область означает очень быструю смерть. Красный круг – это то, что я люблю называть суперударной волной. Здесь давление взрыва настолько велико, что большинство зданий разрушено, и хотя люди физически могут выдержать это давление, ураганный ветер в сочетании с летящими обломками означает гибель почти всех людей в этой зоне. Для нашего IND это 470 метров от центра взрыва. Продвигаясь дальше, мы видим границы синего круга, который иллюстрирует ударную волну средней силы. Скорее всего, большинство жилых домов обрушилось, много погибших и много раненых среди тех, кому каким-то образом удалось выжить. Сейчас мы приближаемся почти на 1 километр от эпицентра взрыва. На расстоянии 1,25 километра мы достигаем предела экстремальной радиации. В пределах этого зеленого круга люди получат дозы радиации в 800 раз больше, чем средний американец получает за целый год. На практике это означает смертность от 50 до 90 процентов от радиационного отравления, которое приводит к мучительной смерти, длящейся от нескольких часов до нескольких недель. Ожидайте тошноту и головные боли, затем выпадение волос, кровотечение и повышенную вероятность заражения, если вы продержитесь дольше первых нескольких дней. Атомная бомба разрушает теплом. Люди, оказавшиеся на открытом пространстве на расстоянии двух миль, получили вспышечные ожоги. Тем не менее, защиту было легко обеспечить. Здесь опора железнодорожного моста оградила поверхность за ней. Любой твердый материал обеспечивает подобную защиту. Тепло настолько интенсивно, что ожоги третьей степени почти неизбежны. Они могут быть смертельны сами по себе или потребовать ампутации. Даже за пределами этой области из-за сильного жара вероятны ожоги первой и второй степени. В итоге площадь 6,2 км была уничтожена гипотетическим IND. Приблизительно 30 тысяч человек погибли бы, а 75 тысяч получили бы ранения. По некоторым оценкам число погибших в таких густонаселенных районах намного больше и составляет 100 тысяч человек. По словам Ирвина Рендлинера, директора Национального центра по обеспечению готовности к стихийным бедствиям при Колумбийском университете, даже на 13 километрах вероятность мгновенной смерти от 10-20 килотонного устройства составляет 10-20%. Давайте взглянем на второй сценарий. Что случилось бы, если бы царь-бомба взорвалась в том же месте в Лондоне? Неудивительно, что царь-бомба в 5 тысяч раз мощнее производит уничтожение и при этом по оценкам более 4,5 миллионов человек погибли и 3 миллиона получили ранения. Тепловое излучение от огненного шара приближается даже к Оксфорду и Кембриджу. Независимо от того, насколько бомба будет мощной, если вы попадете в эту область, ваши шансы на выживание значительно упадут и они станут практически невозможны, если вам не повезет и вы окажетесь рядом с огненным шаром в эпицентре. Что еще хуже, мы даже не рассматривали последствия ядерных осадков. Но не бойтесь, поэтому именно здесь знание того, что делать первый час ядерной атаки может означать разницу между жизнью и смертью. Итак, пришло время рассмотреть второй фактор, который определит ваши шансы на выживание. То, как вы реагируете на нападение. Атомная бомба уничтожает или поражает тремя способами. Взрывом, жарой и радиоактивностью. Это оружие атомной бомбы, против которого мы должны бороться. По словам Джеффа Шлигелмилча, заместителя директора национального центра по обеспечению готовности к стихийным бедствиям при Колумбийском университете, если вы видите ядерную вспышку, первое, что нужно сделать, это зайти за барьер на случай, если ударная волна ударит. Имейте ввиду, что ударная волна движется со скоростью сотни километров в час. Так что у вас не будет времени найти укрытие. Специалист по радиоактивной безопасности Брук Будермайер рекомендует укрываться за чем-нибудь конструктивно надежным. Когда я думаю о том, где бы мне укрыться от быстрого воздействия, в частности от взрывной волны, я думаю о тех же вещах, что и при торнадо. Находитесь в зоне, где при резком толчке на вас не будут падать предметы. Если вам удастся пережить взрывную волну, то, к сожалению, легче не станет. И теперь это настоящая гонка со временем. По сути, при взрыве бомбы образуется огромное количество пыли и мусора, которое соединяется с радиоактивными продуктами, образовавшимися в результате ядерной реакции в сердце бомбы. Эта радиоактивная грязь под воздействием сильного жара поднимается в небо, и именно там вы обычно видите характерное грибовидное облако. Однако, когда эти радиоактивные частицы остывают, они обращаются обратно на Землю. У вас будет немного времени, чтобы принять меры по обеспечению безопасности себя и своей семьи. Самое главное, заходите в дом, оставайтесь в доме и следите за новостями. Национальная лаборатория Лоренса Ливермора Есть вероятность, что у вас будет от 10 до 20 минут найти убежище. Но есть возможность того, что вы можете ослепнуть. К счастью, согласно веб-сайту Министерства национальной безопасности, отсутствие зрения продлится всего около минуты. Но, к сожалению, если нападение происходит ночью, и вы находитесь в темноте, слепота может продлиться до 35 минут. Мы предположим, что наша гипотетическая ситуация произошла днем. Я также предположу, что вы не готовились к концу света и не построили свое собственное современное убежище от радиоактивных осадков. Разве вы уже не должны быть в своих убежищах? У нас нет убежищ. Это довольно надежное укрытие даже в разгар холодной войны, когда ядерное уничтожение преследовало каждого. Политика нашего государства позволяет реагировать на любую ядерную ракету, запущенную с Кубы, как на нападение Советского Союза на Соединенные Штаты. Менее 2% американцев когда-либо утруждали себя строительством бомбоубежища или созданием безопасного пространства в подвале. Хотя это предположение не относится к Швейцарии, которая построила около 250 тысяч бомбоубежищ. Но что касается остальных, то велика вероятность, что у вас поблизости нет аварийного бункера. Так куда же вам податься? Во-первых, не оставайтесь в машине. Металлические двери и стеклянные окна будут слишком тонкими, чтобы защитить вас от гамма-излучения. Если вы хотите блокировать 99% радиации, вам нужно укрыться за 12,5 см стали, 40 см кирпича или 60 см насыпной земли. Мобильные дома также не обеспечат достаточного укрытия. Вместо этого постарайтесь найти подвал или большое многоэтажное здание. Помня, что ключевым фактором является создание как можно большего количества толстых слоев между вами и радиоактивными осадками. Речь идет о бетоне или кирпиче, поэтому красивые стеклянные небоскребы или дома из дерева и штукатурки не лучшие варианты. Если есть время, попытайтесь закрыть те места, куда могут попасть осадки. Двери, камины, кондиционеры и окна. Хорошо, давайте рассмотрим немного другой сценарий, в котором все пошло не так гладко. На этот раз вы бросили машину и побежали к ближайшему зданию. Но осадки могут начать оседать вокруг вас. Если вам кажется, что это так, то лучше всего закрыть нос и рот тряпкой и закрыть глаза. Подобной ситуации будет нелегко, поэтому в данном примере на то, чтобы попасть внутрь, ушло 15 минут. Персонаж спотыкается, а затем попадает внутрь здания. Попало ли что-нибудь из выпавших осадков на вас? Есть ли они на ваших волосах или на одежде? Возможно, да. Это значит, вы рискуете получить острое радиационное отравление. Не хочу показаться пессимистом, но плохой признак на этой стадии, если у вас уже началась рвота. Поскольку ваш кишечник очень чувствителен к радиации, рвота – это признак того, что вы проглотили довольно большую дозу радиационного вещества, и прогноз, скорее всего, смертельный. Осторожно снимите верхний слой одежды. Это может удалить до 90% радиоактивного материала. Положите ее в пластиковый пакет и оставьте где-нибудь подальше от дороги. Не торопитесь, слишком быстрое снятие одежды может привести к вытряхиванию радиоактивной пыли. Это никому не поможет. Душ также будет весьма кстати. Конечно, побалуйте себя мылом и шампунем, но избегайте использования кондиционера. Он свержит радиоактивные частицы с вашими волосами. Боюсь, что такая яркая и блестящая прическа может сделать вас одной из многих жертв этой ядерной катастрофы. Даже если нет душа, вымойте лицо и руки, и все открытые части тела, используя раковину. Используйте влажную ткань и влажные салфетки. Опять же, главное использовать много воды и не торопиться. Последнее, что вы хотите сделать, это поцарапать себя и позволить радиоактивным материалам попасть на вашу кожу. К этому моменту уже, скорее всего, прошел час, а значит радиоактивные осадки снаружи уже распались на 50%. В течение первых 24 часов они отдадут 80% своей энергии, а через две недели достигнут 99%. Но помните, что если радиация была достаточно высокой изначально, этот 1% все еще может быть опасен. Поэтому пребывание в помещениях как можно дольше значительно снижает ваши шансы на заражение. По данным Государственного департамента США, невозможно переоценить важность укрытия на месте, предпочтительно в закрытом помещении, по крайней мере в течение первых 48 часов после ядерного взрыва. Дождитесь, пока государственные органы пришлют помощь, и выслушайте их указания, прежде чем покинуть безопасное место. Если вы опасаетесь ядерного взрыва Ким Чим Ина, самодельной ИНД, или того, что ваш виртуальный помощник обретет сознание и начнет Третью мировую войну, то вам, возможно, стоит подготовить базовый комплект аварийного снабжения. По данным FEMA, здесь перечислены предметы, которые вам понадобятся. Однако есть шанс, что вы не будете носить их с собой, когда случится катастрофа. Поэтому просто помните, заходите внутрь, оставайтесь внутри, будьте начеку, и, возможно, вы выживете.